Привет! Это ежедневные новости о Доме-2 на канале Смотрим с Брагиной. Итак, что же новенького произошло у домовцев за этот день? На днях было заведено уголовное дело по факту избиения Натальи Игруновой. Оля Сударкина задержана и ей грозит заключение в тюрьме сроком до трёх лет. Правда, никто из участников проекта эту информацию пока не подтвердил. Алена Савкина привыкла жить в коллективе. Теперь она уже рада тому, что её переселили в общий дом. Там оказалось весело. Можно ходить в гости, можно общаться с ребятами. А Захар Саленко даже воспылал симпатией к Алене и предложил ей жить вместе. И вместе воспитывать малыша. Савкина понимает, что он просто шутил. Захар сам ещё ребёнок. Ему нужна зрелая женщина, которая будет помогать ему. Даниил Сахнов пишет о серьёзности своих отношений с Юлией Романовой. Он чувствует от неё тепло. Его безумно к ней тянет. Они уже готовы переехать в отдельную комнату. Артём Сорока подкатывает к Ольге Бузовой. Он пишет о том, что чувствует взаимность. И о том, как приятно ему прижиматься к Ольге близко-близко. Ну а к Артёму обратно на остров рвётся Елена Баранова. Она его очень любит и больше ни с кем не хочет строить отношения. Розалия Райсон рассказала о причинах ухода с проекта вместе с Андреем Шабариным. Как вы помните, в реальном времени они покинули Дом-2. А ушли они из-за постоянных провокаций в стороны их пары. Из-за того, что Шабарину постоянно навязывали Аляну Устиненко. Александра Черно заявила о том, что худеть не собирается. Она не намерена лишаться единственной радости в жизни. А вот Ирина Пинчук срочно намерена заняться с собой. Она располняла аж на 10 килограмм. Её вес был 49, а теперь 59. Каждому своём. Саша подарила Иосифу нового питомца. Попугая они назвали Чипом. Они называют его сыночком и ругаются, кого же птичка больше любит. Дмитрий Милиневский нашёл замену Оксане Рязке. Теперь он донимает, достаёт или флиртует таким способом с бабушкиной внучкой Настей Морозовой. Он её цепляет, преследует. Настя тоже не отстаёт, она обзывает Диму как хочет. В одном из недавних эфиров сразу две ясновидящих поставили печальный прогноз ребятам Марине Африкантовой и Роману Капаклы. У них нет совместного будущего, у них не будет никогда детей. Одна из них даже сказала, что у Марины сознание, как у пятилетней девочки. Разве она может иметь детей? Вот у Ромы да, дети будут, а у Марины, увы. Стало известно, какова зарплата на проекте у семьи Дмитренко. Ольга, как глава семьи, получает 250 тысяч. Дима 150 и маленькая Василиса 50 тысяч. Нетрудно посчитать, что в месяц семья получает почти полмиллиона. И это не считая того, что продукты на проекте бесплатные, а одежда и многие предметы быта рекламные. Мы, как зрители, очень любим посчитать чужие денежки, да. И вот около 200 тысяч каждый месяц ребята откладывают на жильё. Дима, кстати, пообещал записать квартиру, которую они приобретут рано или поздно, на жену. Настя Индальцева удивила зрителей. Девушка, привыкшая к роскошной жизни, с такими запросами огромными, и одевает протёртые до дыр туфельки. Многие не оценили новый образ Ксении Бородиной. Она выглядит гораздо старше, чем есть на самом деле. Видимо, это не её цвет волос. И прическа ей тоже не подходит. Юлия Ефременкова получила награду «Прорыв года» на одной из популярных премий. Организаторы этого мероприятия посчитали, что она достойная и подающая надежды ведущая. Делает успехи в карьере и Татьяна Кирилюк. Если раньше её приглашали только в качестве эксперта на различные ток-шоу, то теперь Таня стала соведущей Дмитрия Шепелева в программе «На самом деле». Римма Пинджива приезжала на проект на съёмки. Она познакомилась с Аймоном Морданшиным и пишет о том, что очень рада знакомству. Этот мальчик особенный, классный, просто красавчик. Марина Тристановна Абрамсон считает, что её дочка Тада и Валера Блюменкранц поспешили с разводом. Эту семью можно было сохранить. Она надеется, что когда обиды забудутся, то ради Бетти ребята обязательно попробуют ещё раз. Илья Яббаров решил заняться бизнесом. Под влиянием, конечно же, Маргариты Ларченко. В ближайшее время он хочет открыть караоке-бар. Он спрашивает, как же назвать будущий бар. Ему уже посоветовали одно название у Ёршика. Маша Кахно заметила на руке у Саши Харитоновой обручальное кольцо. Она поздравила Сашу с помолвкой. «Каритонова скрывает свою личную жизнь», – пишет Кахно. «И правильно делает, ведь счастье любит тишину». Рома Гриценко предлагает всем свои услуги в качестве ведущего мероприятий. «У меня есть опыт в данной области», – пишет он. «И за качество мероприятия я ручаюсь». Мария Кулешова увеличила себе грудь. Операция прошла хорошо, девушка просто счастлива. По стопам Кулешовой решила пойти и её подруга Алиса Триандефелиди. В ближайшее время она тоже хочет сделать пластику груди. Закончился сухой закон у Алексея Безуса. Он, кстати, вновь сошёлся с Безбородовой, дал ей последний шанс. Так что ждём новых потасовок в эфирах. Виктор Литвинов, Таня Мусульбес и Саймон Морданшина улетели на Сейшелы. Поговаривают, что Ольга Орлова специально вызвала к себе Саймона. Юна Волкова, выйдя за периметр, не растерялась. Девушка уже работает в том же магазине, где трудилась до прихода на проект. А мама Алексея Купина, которая обещала никогда больше не появляться на съёмочной площадке, почему-то передумала. Она опять придёт на съёмки Человека Года, чтобы поддержать своего сына Алексея в очередном этапе конкурса. Квартирку-то хочется, пишут в комментариях. Это все новости Дома 2 на сегодня. Подписывайтесь на мой канал и будем смотреть Дом 2 вместе. Субтитры подогнали Симон.